Иван Васильевич Удодов. История узника концлагеря Бухенвальд, ставшего первым олимпийским чемпионом в истории СССР. Родился Иван Удодов в поселке Глубокий Ростовской области 20 мая 1924 года. В раннем возрасте потерял родителей и был направлен в ростовский детский дом. Когда началась война и его родной край оккупировали немцы, Удодов попал в плен и был отправлен в Германию на принудительные работы. Работал на авиационном заводе, откуда и попытался сбежать. За неудачную попытку побега отправлен в концентрационный лагерь Бухенвальд. В концлагере провел два года, вплоть до окончания войны. Истощенный и обессиленный Иван Удодов выжил. На момент окончания войны он весил 27 килограммов и уже не мог самостоятельно ходить. С крайней степенью дистрофии был доставлен в советский госпиталь, где и встретил врача, совет которого изменил судьбу недавнего узника Бухенвальда. В конце 1945 года доктор советует Ивану заняться физкультурой и выполнять самые элементарные упражнения, чтобы истощенное тело вновь окрепло. К элементарной гимнастике вскоре добавляются силовые упражнения и штанга, с которой Иван уже не распрощается. В 1948 году Удодов становится чемпионом Ростова по тяжелой атлетике. В 1949 с результатом 277,5 килограммов в Троеборье занимает 5 место на чемпионате страны, а в 1951 становится чемпионом СССР, преодолев в Троеборье отметку в 300 килограммов. В 1952 году выигрывает чемпионат Европы, а затем в составе советской сборной отправляется на Олимпиаду в Хельсинки, где выступает в легчайшей весовой категории до 56. В упорной борьбе с иранцем Мирзаи Иван Удодов набирает суммарный результат 315 килограммов, устанавливает новый рекорд и становится первым советским олимпийским чемпионом. В 1953 году Удодов становится чемпионом мира и Европы, в 1954 и 1955 серебряным призером и того и другого турнира. В последний раз на высшую ступень пьедестала Удодов поднялся в 1956, став чемпионом Советского Союза. В 1959 году чудом выживший узник концлагеря Бухенваль, ставший вскоре олимпийским чемпионом. Прошедший путь от больничной койки с диагнозом гистрофия до звания сильнейшего тяжелоатлета мира ушел из большого спорта. Прошедший путь от больничной койки с диагнозом.